Привет, я Донателло Версачи. Я принимаю донателло Версачи. Донателло Версачи – итальянский модельер, дизайнер, филантроп и вечная муза своего легендарного брата Джанни Версачи. Ее имя знакомо как модным экспертам, так и обычным людям, далеким от мира моды. Сегодня мы расскажем, как же живет и сколько зарабатывает Донателло Версачи. Хотя высокая мода – это сфера, которая требует огромных вложений, прибыль от модных показов и продажа одежды часто превышают вложенные суммы. Именно поэтому все знаменитые дизайнеры являются миллионерами, и Донателло не исключение. Вечной музе Джанни Версачи принадлежит 20% компании, что оценивается в 280 миллионов долларов. И это только небольшая часть ее огромного состояния. Общая стоимость ее активов составляет почти полмиллиона долларов. Кроме того, половина акций бренда принадлежит никому иному, как дочери Донателло – Олегре Версачи. В 2018 году дизайнер приняла решение продать Версачи компании Capri Holdings, но осталась главным креативным директором. Покупателям пришлось заплатить огромную цену – более 2 миллиардов долларов. В свои 66 женщина активно ведет Инстаграм, на который подписано уже более 8 миллионов человек. Донателло питает огромную страсть к роскошным апартаментам, поэтому ее коллекции резиденций могут позавидовать многие богачи мира. Общая стоимость ее недвижимости составляет около 25 миллионов долларов. Но долго в одном месте она не задерживается, а предпочитает переезжать из одного места в другое. Ее последней покупкой стала роскошная вилла Мондадори на севере Италии. Долгое время дом оставался без хозяина, лишь изредка принимая туристов, пока не был продан знаменитому дизайнеру. Примерная цена такого приобретения – 5 миллионов долларов. Это поместье когда-то принадлежало Арнольдо Мондадори, основателю крупнейшего издательства в стране, а после его смерти принимало таких известных писателей, как Эрнес Хемингуэй и Томас Манн. Многие из этих гостей оставили свои подписи на главном камине, который можно увидеть и сегодня. Общая площадь дома составляет 1400 квадратных метров и включает 50 комнат и 12 ванн. Из окон открывается потрясающий вид на горы и озеро, а снаружи есть ухоженный сад, бассейн и футбольное поле. Как известно, Донателло долго не задерживается на одном месте, поэтому, скорее всего, приезжает сюда на несколько дней, чтобы отдохнуть и насладиться тишиной и красивыми видами природы. Донателло смогла построить отличную карьеру в фэшн-индустрии, но в семейной жизни ей не очень повезло. Наверное, настоящей семьей она всегда считала своих братьев, Джованни и Санта, а также всю команду Версача. Известно, что в 1983 году она вышла замуж за Пола Бека, модель, с которым познакомилась на съемках одной из рекламных компаний бренда. В 1986 году у пары родилась дочка Аллегра, а еще через три года сын Дэниел. Джованни Версача, их дядя, просто души не чаял в племянниках, поэтому включил их в свое завещание. Таким образом, Аллегра, которая унаследовала половину акций Версача, станет новой главой бренда, а ее брат Дэниел сможет открыть любой бизнес, так как владеет большим и редким собранием картин Джанни. Что до Пола и Донателлы, то они развелись в 2000 году, и с тех пор женщина так и не смогла найти достойного партнера. Донателла была очень близка со своими братьями. Вместе они создали модную империю Версача, где у каждого была своя роль. Женщина долгие годы поддерживала Джанни, помогала ему с пиаром, давала советы по поводу моделей и вдохновляла его на создание коллекций, которыми восхищался весь мир. Именно ей, неизменной блондинке, посвящены духи блонды и молодежная линейка Версус. Кстати, натуральный цвет волос Донателлы далеко не платиновый блонд, но вот уже более 50 лет женщина продолжает красить волосы и даже уже не помнит свой настоящий цвет. Впервые она решилась поменять имидж в 11 или 13 лет, так как брат убедил ее, что блонд ей очень подойдет. В итоге она стала самой узнаваемой блондинкой модной индустрии, и многие ее бы точно не узнали, если бы увидели с другим цветом волос. Сложно поверить, но будучи напрямую связанной с производством модной одежды, Донателла Версача совершенно не умеет шить. Это сильно отличает ее от Джанни, который создавал многие коллекции своими руками. Однако это совершенно не помешало женщине построить успешную карьеру и управлять огромной компанией самостоятельно уже более 25 лет. Ведь в этой индустрии главным является умение находить нестандартные решения и выделяться, а этому не научишься так же, как шитью. Версача стал первым модным домом, который начал приглашать на свои показы известных звезд или успешных фотомоделей. В этом есть огромная заслуга Донателлы, вся работа которой была направлена на то, чтобы как можно больше людей узнало про их бренд. Многие считают, что именно она создала эру супермоделей 90-х, среди которых Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. В те времена подиумным моделям платили очень мало, но Версача не поскупилась на деньги и подарки, поэтому результат был потрясающий. О модном доме семейства трубили все газеты и телепередачи. Донателла сама выбирала и приглашала знаменитостей, что позволило ей завести приятные знакомства со звездами высшего класса. Среди гостей показов Версача часто можно встретить Бейонсе, Мадонну, Дженнифер Лопес, Дэми Мур, Кристину Агилеру, Леди Гагу и других. Многие суперзвезды регулярно снимаются в рекламных кампаниях и с удовольствием носят одежду бренда. Некоторых легендарная блондинка вдохновляет на творчество, как в свое время и родного брата. В одном из альбомов давней подруги Донателлы Леди Гаге даже есть песня, посвященная лично ей и названа ее именем. Как вы думаете, может ли собака стать главным лицом рекламной кампании модного дома? На самом деле может, если ее хозяйка – самый известный в мире модельер. Версачи души не чает водри – так зовут ее терьера. Они практически никогда не расстаются, так как женщина берет питомца с собой на съемки, перелеты и мероприятия. Кажется, Одри знает про моду больше, чем многие из нас, поэтому нет ничего странного в том, что она отлично позирует. Это можно подтвердить капсульной коллекции Версачи, приуроченной к году собаки в 2018 году. На фото модель примеряет рюкзак, носит сумки и футболки, принимает душ и многое другое. По словам Донателлы, Одри – очень умное и своенравное животное, и очень уважаемый член их семьи. Высокая мода – это почти всегда про роскошь и вечную молодость. И если с первым у Донателлы, как наследницы огромной модной империи, нет никаких проблем, то второе получить невозможно. В молодости красотой сестры Версачи восхищались многие, но постоянное стремление соответствовать общепринятым стандартам красоты привело ее на ложный путь. Суровые диеты и пластические операции сильно изменили внешность известной блондинки. Женщина сделала ринопластику и мамопластику, меняла форму губ и колола огромное количество ботокса и коллагена. Это привело к ухудшению мимики лица и ухудшению состояния кожи, а в погоне за красотой и молодостью инъекции и подтяжки стали необходимостью. Несмотря на внешние изменения, внутри дизайнер остается добрым и щедрым человеком. Она активно занимается благотворительностью, хотя и не любит распространяться об этом. В 2017 году она основала стипендию Джани Версачи, которая помогает покрыть расходы на обучение студентов Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании. Но возможность жертвовать огромные суммы денег была у семьи Версачи не всегда. Донателло родилась в семье финансиста и портнихи 2 мая 1955 года в городке Ре-Джо-де-Калабрия. Она была самой младшей из четырех детей семейства и с ранних лет проводила часы в мамином ателье вместе с братом Джанни. Закончив университет, Донателло стала пиар-менеджером в компании своего брата. Говорят, что он не доверял чужим людям, поэтому отдавал высокие должности только близким. На протяжении почти 20 лет она отвечала за фотосессии рекламной кампании и продвижение Версачи, позволив бренду стать одним из наиболее узнаваемых в мире. После трагической гибели Джани Версачи и долгого расследования этого дела, репутация кампании была подпорчена, и некоторое время они были неактивны. Донателло стала главой компании и первые годы находилась в поисках нового направления бренда. Но вскоре Версачи вернулся на первые страницы газет. Женщина разработала множество успешных рекламных кампаний и создала дизайны костюмов для звезд мирового масштаба. Попробовала она себя и в архитектурных проектах, приложив руку к созданию Палаццо Версачи в Австралии и ОАЭ. На сегодняшний день она является одной из самых богатых и узнаваемых модных дизайнеров в мире, а бренд Версачи до сих пор составляет конкуренцию известным модным домам. Вот и все на сегодня. А какие еще интересные факты про Донателло Версачи вы знаете? Делитесь в комментариях.